мы вчера задрали его реально высоко думали придется опускать реально высоко она едет мы ждали что будут прохвата она едет такое ощущение что у него перед перекрут идет надо опустить двигатель стоять напевать как это все хорошо это лишать себя возможности как бы искать пути для улучшения опустили двигатель на 5 7 8 миллиметров упор стал стабильнее обороты осели в этом положении он отлично идет именно корпус лодки то как он сделан то как он настроен и подготовлен отвечает за реализацию потенциала двигателя запустят лодки полтора-два часа на холостых и около холостых тысячи полторы погоняем и уже где-то с обеда уже там 11 апреля закину да отлично все понаблюдаем и уже можно будет прокатиться протестировать где на минуту там полный газ уже можно будет дать там на втором третьем часу этого будет более чем достаточно чтобы что-то понять и мы настроим их здесь опустим сразу же нужную высоту сядем запрыгнем проедем и прикрутим эти все сделаем все полностью приведем в рабочее состояние чтобы и сейчас сейчас ребята запаркуются все план такой до обеда наработка проверка только получаем возможность полного газа все сразу тесты с обеда и вас первых провожаем потом уже мы выйдем здесь мы реализовали новую конструкцию тоннеля новую отклейку в которой водозаборник стоит не под водоводной пластиной не под ней а выше нее и вровень смысл следующий когда водозаборник стоит под водоводной пластиной а водозаборник полиуретановый достаточно крупная вещь которая еще и не гидродинамично обводов нет она просто оказывает избыточное сопротивление и обворовывает лодку и по скорости по грузоподъемности плюс дает дополнительное избыточное брызгообразование и характеристики лодки скорость грузоподъемность существенно ниже когда водозаборник полиуретановый их сейчас несколько на рынке находится под пластиной он как плугом пашет воду задерживая и сдерживая лодку соответственно мы прорезали пластину таким образом чтобы и снесли углы водозаборника чтобы была возможность поднять водозаборник вровень и выше с пластиной установив дополнительно брызговик и вот эту высоту мы сейчас поймаем и при таком расположении водозаборник устанавливается только нижней частью где решетка на воду тело водозаборника выходит из сопротивления и показатели лодки намного выше сейчас пробуем пойдет нет мы вчера задрали его реально высоко думали придется опускать реально высоко она едет мы ждали что будут прохвата она едет сейчас подъедет посмотрим в каком положении вот видим лодка вышла в блессирующее положение сзади нет из бы даже при отсутствии брызговика нет избыточного брызга образования четко видно вот вид сбоку видно как работает как работает рама четко сидит на кормовой части лодка жесткая и причем когда мы посадим пассажиров на задние ряды сидений это не изменится потому что как раз корма и прижмется что идет мы же задрали до потолка маленько воздушек до прохват есть мы видим что вот в лодке сколько 6 7 8 до еще в передней части можно разместить пассажиров лодки для коммерческого использования лодки для перевозки людей естественно здесь необходимо минимизировать все риски каких-то несчастных случаев многобаломная конструкция позволяет случае прокола повреждения там одного двух и даже трех несмежных отсеков без ремонта на месте доставить груз доставить пассажиров доставить туристов до места назначения такие тесты мы неоднократно проводили они есть на нашем канале это уже делалось давным давно и именно для коммерческого использования для использования для рыбалки в туризме вот это свойство и характеристика лодок она крайне важна потому что те кто это организовывать непосредственно отвечают за жизнь пассажиров ну и как следствие круглый баллон который не имеет внутри никаких перегородок не сложной конструкции не швов собственно говоря все швы какие есть склеены в нахлёст они в отрыв это дает нам очень хорошую ремонтопригодность этой лодки баллон осушили либо вставили какой-то ремонтный баллон есть такие ремонтные аптечки специальные либо уже доехали до сервиса починили круглый баллон очень хорошо ремонтируется то есть вот вот эти вещи очень важно понимать при выборе лодки это напрямую связано не только с безопасностью надежностью но и с долговечностью с возможностью и с легкостью обслуживания таких корпусов слушай такая по она пошла мы задрали под потолок и и вчера это хочу есть смысл вообще опускать но если с грузом будет я думаю давайте давайте посадим кого садитесь еще такой эффект получается когда между водоводной пластиной и водозаборником получается разрыв мы его тоже покажем воздух который попадает из межбаллонных каналов он не идет в прохват его давлением выкидывает до попадания в интейк вот этот эффект как побочный он полностью развоздушивает тоннель и мы не ожидали что в таком положении лодка пойдет смотрим поедет это все или нет такое ощущение что у него перед перекрут идет надо опустить двигатель с перегруженной кормовой частью лодка не сразу вышла в глиссер только уже когда равномерно распределили вес лодка поднялась что-то не то а сколько оборотов это именно на этом это перекрут воздух гонит тяги нету запускаем надежда станислав вот их дочь дарья обратились к нам когда пару-тройку месяцев назад для заказа лодок на их базу для коммерческого использования база находится на алтае давайте сразу как во-первых здравствуйте сразу же два слова я вас поспрашиваю надежда буквально вот уже мы рассказали что лодки испытываем сегодня вас сдает сдаем провожаем на алтай расскажите пару слов ну заодно может порекламируете вашу базу чем вы занимаетесь для чего лодки а потом но в вашем присутствии я пару слов расскажу о лодках что мы для вас сделали в какой комплектации почему именно это какие сильные и слабые стороны не только для вас и для наших подписчиков в том числе до виталий всем здравствуйте мы занимаемся в горном алтае прокатом оказываем экскурсионные услуги у нас там находится центр проката гранд алтай находимся мы в прекраснейшем месте в селе манжерок это сейчас является эпицентром туристического бизнеса именно в горном алтае чем мы занимаемся у нас есть различные вариации проката то есть у нас есть огромные снегоболотоходы это знаете такие большие военные машины мы на них катаем людей на горы различные экскурсии также в этом году мы впервые запустили прокат детских квадроциклов купили просто офигенные возрастная категория у нас это тоже лето квадроциклы не только лето но и зима детские только лето да а большие снегоболотоходы они у нас зимой ходят также у нас есть будут экскурсии покатуни на снегоболотоходах на гору общем везде и в этом году впервые такого еще нет в республике в алтайском крае там у нас да в тех краях сибири мы решили сделать шикарные экскурсионные туры на катерах я не могу это назвать лодками потому что это просто такие какие-то божественные катера акулы которые не знаю демонстрирует всю силу мощь воды в них просто даже рядом с ними очень приятно находиться у нас первоначально первостепенно про запланированы туры по реке катунь они будут различные минимальный экскурсионный тур будет от 30 минут до двух часов также мы будем расписывать индивидуально то есть если какая-то группа компания до решили покатать своих людей допустим там на чемал свозить или еще куда-то мы будем индивидуально разрабатывать тур и катать ребят в описании под этим видео разместим ссылочки на вашу базу на ваш на ваши туры если все ссылочки которые вы нам дадите мы разместим ради бога нам не жалко алтай особенно начиная с начала пандемии и продолжая сейчас с развитием мы мы по своему роду деятельности чувствуем насколько сильно и активно развивается внутренний туризм особенно в наших регионах сибирских в том числе водный рыболовные туры вот в этом году целый наплыв у нас по запросу лодки для алтая мы вот такие лодки это уже проверенные комплекты которые мы собирали уже вот мы подложим наверное видео какие комплекты мы делали сдавали такие лодки уже трудятся работают на алтай благополучно вы знаете где и алтай это мекка назовем да туризма вообще с учетом того что я слышу что все отели все гостиницы раскуплены вплоть до поздней осени к нам в том году прибегали есть хоть что-нибудь готовое какие-то лодки хватали увозили поэтому к нам обращаются очень много кто нас смотрит не только те кто непосредственно сами увлекаются лодками но и те кто спрашивает а можно покататься можно став какой-то тур ездить но к сожалению или к счастью не знаю мы не занимаемся туризмом мы непосредственно занимаемся производственным направлением там сборочным торговля и прочее наш конечный продукт это продукт под ключ лодка вот вы приехали забрали поехали и работаете ходите но есть люди кто просто желает получить услугу отдохнуть и мы всегда даем там контакты одних других вот рыбалка вот поэтому добро пожаловать если кто-то желает покататься по алтаю наверняка у вас очередь не меньше чем у нас в сезон да это запись но мы в свою очередь вам желаем хорошего сезона сейчас передадим лодке у нас два двигателя запустились отлично с первого раза сразу же к техническим моментом перехожу потому что у нас видео такого формата и чтобы его сделать полезным для наших подписчиков я делаю акценты на тех моментах на тех ошибках которые совершают наши пользователи клиенты особенно в первые периоды эксплуатации вам тоже возможно будет интересно первое мы запустили двигатели мы видим что берег здесь отличный сразу глубокий мы много получаем звонков буквально в первый второй третий день лодка не едет потом выясняется что ну реально это три четверти всех причин что берег пологий лодку на спуск устанавливать я вот не перестаю это и буду дальше повторять во всех наших обзорах когда воды недостаточно с берега здесь сразу видим глубоко воды мелко они спускают лодку заводят его водометная насадка стоит на песке начинает поднимать песок камушки вот эти зазоры кромки импеллера между обечайкой песок их вырабатывает буквально за несколько минут несколько раз достаточно газа ночь чтобы эти зазоры вытерлись и тяга села вот а там каждая десятая миллиметра имеет значение поэтому те наши клиенты заказчики те кто только начинает пользоваться и знакомиться с лодкой обратите внимание что в период обкатки ваш двигатель не должен водозаборником контактировать с дном потому что ну потом просто никуда не поедем если еще хуже это когда камушки застревают в решетке одного маленького камушка достаточно чтобы полностью осадить 20 30 а то и 40 процентов тяги двигателя я уже не говорю о большом количестве поднятых и забитых камней но слава богу подвесной водомет и подвесной двигатель он настолько безопасен в отличие от того же гидроцикла что буквально минутная манипуляция все вытащили и едем дальше вот это первый основной момент на который нужно обратить при обкатке ну и по обкатке сразу же скажу ничего говорить не будем на второй третий час можно выйти уже в режим полного газа протестировать лодку невозможно ее сразу скинуть влупить полный газ да нам надо сейчас поработать посмотреть как работает двигатель дать первичную наработку и потом снять какие-то показатели и естественно сразу как нас просят часто это сделать невозможно но и не нужно чтобы двигатель рвать поэтому обратите внимание на эти вещи а по обкатке полный интернет полный youtube коротеньких видео набираем обкатка двухтактного четырехтактного мотора все очень просто все понятно не обращайте схемы на детали еще на что-то любому следуйте 5-10 часов там наработки еще ни один двигатель не вышел из строя из-за того что там минуту лишнюю или минуту не докатали на каком-то из режимов для того чтобы снять максимальные характеристики и показатели с этого двигателя по скорости и грузоподъемности это усиленная кормовая часть это полу рама которая интегрирована в кормовую часть лодки вот мы видим что здесь 8 сидений 8 кресел два передних кресла располагаются на сегменте слани в передней части непосредственно перед шпангоутом а дальше два ряда кресел по 3 они располагаются на силовой рамной конструкции для чего она нужна интегрированная в кормовую часть под два ряда сидений рамная конструкция она распределяет вес вот эти вот элементы нижние вот идут здесь они выполняют роль поперечных шпангоутов и сдерживают днище от прогибания таким образом загрузка которая располагается на этой раме она равномерно распределяется на корпус лодки не деформируя его соответственно сохраняя все характеристики этого корпуса и еще один эффект который мы получаем что рама на одной конце рама вот слева мы видим здесь двигатель вот а это своего рода противовес вот пассажиры размещенные на краю этой рамы они как бы выправляют лодку в точке прогиба не давая деформироваться подгибаться корме буквально одного сантиметра и более достаточно прогиба днище в обратную сторону чтобы лодка уже не ехала еще раз повторюсь это серьезная системная проблема всех лодок если она выгнута в обратную сторону хоть маленько она никуда не едет ну точнее едет но не так как она должна и в данном случае вот эта конфигурация вот эта конструкция она сделана очень легкой очень жесткой и очень прочной потому что ее мощность сила прочность заложена не в толщине металла а в ребрах именно в профилях и в несущих элементов многие наши заказчики и подписчики ну естественно это очевидно пытаясь увеличить мощность и характеристики лодки стремятся изменить в большую сторону цифру на колпаке двигателя в этом нет никакого смысла очень большой потенциал реализации мощности двигателя заложен именно в доработке корпуса лодки именно корпус лодки то как он сделан то как он настроен и подготовлен отвечает за реализацию потенциала двигателя точно так же как хороший двигатель может быть в кавычках завален плохим корпусом точно так же и хорошо подготовленный корпус лодки может в кавычках вытянуть и спасти не самый мощный двигатель вот в чем суть поэтому не всегда нужно увеличивать мощность двигателя иногда достаточно поработать с корпусом что мы здесь и сделали на фоне того что мы имеем китайский 60 и 60 сильный четырехтактный двигатель не самый легкий не самый мощный в сравнению с теми двигателями которые есть на рынке но с него нам необходимо было отжать по максимуму именно для коммерческой эксплуатации собственно говоря это здесь и реализовано как это работает мы посмотрим дальше ну давай садим попробуем а 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 Ну, отлично, но мы всегда оцениваем все с критической точки зрения. И стоять, как сказать, стоять, напевать, как это все хорошо, это лишать себя возможности искать пути для улучшения. Вот как бы все у нас хорошо, поэтому мы, да, хорошо, да, мы этот показатель знаем, даже в жаре, да, вот я показывал видео, где там вот 6-7 человек едет, мы на него сейчас вышли, здесь, ну, маленький технический момент, там, зазор или что, чуть-чуть она по ощущениям отстает, я почему сел. Ну, если мы себя будем хвалить и как бы, ой, как хорошо радоваться, ну, так мы завтра будем делать все только хуже, нам надо обязательно, как бы, нет, надо лучше, нет, чуть-чуть чего-то не хватает. То есть это уже наше, ну, здесь вы не заморачивайтесь. Согласен. Я всегда смотрю на лодку, я начинаю критиковать, искать, искать изъяны, там, доработки, где что улучшить, то есть без критического вот этого отношения к своей работе у нас ничего не будет. Ну, и вот еще один момент скажу, это тоже тенденция, вот последний, там, год-два после того, как, там, февраль начался, ни моторов, ничего японских не стало. Вот эти моторы китайские, это прямые аналоги японских моторов, и мы много очень комплектов собираем на перспективу. Лодка отличная, мощная, хорошая, у нас многие заказчики берут, например, вот этот китайский двигатель на 2-3-4 года эксплуатации, а потом они просто поменяют его на Yamaha 60 или на Yamaha 70 или на Yamaha 85. Почему это легко сделать? Потому что даже в те же болтовые отверстия, в ту же сверловку по трансу, этот двигатель, любая Yamaha встанет, потому что его прямой аналог. А если это будет Yamaha 60-70, то и водометная насадка переходит, то есть даже машинку можно оставить, это точная копия. И, по сути, лодки собраны на перспективу, но вот какое-то время люди берут. Ну, реально, цена хорошего комплекта Yamaha 60-70 с водометом, даже с оригинальным, будет примерно как вот этот комплект под ключ стоить. Но с точки зрения, даже с коммерческой, это, ну, не рентабельно, и какой смысл в этом? Согласен. Давай ту попробуем. Второй. Да, да, конечно. Чуть-чуть тоже, возможно, опустить надо будет. Давай! Что-то, как будто это порезвее. Ну, давай, сойди, народ. Вот это порезвее, да? Вроде да. Народ пригодит. Порезвее, да, там зазоры, наверное, винты или что-нибудь. Да, там все-таки высоко зазрали. На первой лодке стартанули, перекрут. На кормовой загрузке не поднялись. Немножечко сменили развесовку. Опустили двигатель на 5-7-8 миллиметров. Упор стал стабильнее, обороты осели, что говорит о том, что воздух ушел, провоздушка ушла, и лодка пошла. Вот сейчас вторая лодка. Сейчас еще зазоры проверим, она еще почему-то резвее. Хорошо идет. С учетом того, что двигатель располагается на порядок выше водоводной пластины, лодка идет отлично. Вот 5 человек, еще одного она возьмет смело. Ну и получается, что сейчас лодка 5 человек. Не самых маленьких человек, лодка уверенно глиссирует. Еще, еще одного возьмет. Посадим? Ну давай шестерых посадим, посмотрим. Давай, Лева, Лева, залазь. Все, пошла. Шесть человек, с учетом того, что мы находимся 240-250 над уровнем моря. Сейчас жара, июль, наверное, больше 30 градусов тут купались. И моторы, мягко говоря, очень дохленько работают в таких условиях. Одно дело проводить тесты и испытания в тех регионах, где низко над уровнем моря, там каждые 50-100 метров имеют значение. И когда холодно, даже уже около нулевая, там небольшая, плюс 5, плюс 10 градусов, на моторах существенно вырастают обороты на 100, 200, 300 в зависимости от температуры. И, конечно, тяга возрастает существенно. Ну вот то, что нам и показывали предыдущие тесты, шесть взрослых человек у нас было по стоячей воде 35-37 километров в час, по стоячей гладкой глубокой воде, почему я это подчеркиваю, потому что это трудные условия. Нет уряби, нет мели, соответственно, тяжелее всего лодке идти по гладкой глубокой воде. Вот эти показатели у нас были. Сейчас на жаре мы видим плюс-минус то же самое. По ощущениям, наверное, как раз чуть поменьше со скидкой на температуру воздуха. 8 кресел для 8 полноценных людей. Ну, наверное, это многовато, как я и говорил с заказчиком для этих лодок. Я бы ставил 5-6. Ну, понятно, где-то дети, где-то не дети. Вот лодка идет, в принципе, может хорошо работать. Но не будем забывать, что все-таки это четырехтактный двигатель, тяжелый двигатель. Это китайский двигатель или российский, там, неважно. Они одинаковые абсолютно, что китайский, что российский двигатель. Далее, это китайская водометная насадка. И несмотря на это все, это все везет и едет. Вот по факту уже ребята принимают. Но если вы хотите существенно большие показатели, то надо брать либо более мощные моторы, либо оригинального японского производства. Я, конечно, всегда рекомендую устанавливать по возможности, конечно, максимально возможный двигатель с водометом на лодку. Вот какую она принимает. Сейчас у всех сертифицированных сервисных центров, производственных центров, кто является представителями серьезных ведущих заводов, есть полномочия выдавать мощность, выдавать паспорта и документы на ту мощность, под которую лодка подготовлена. Мы в том числе являемся авторизованным центром и производственным центром заводов «Регат» здесь, в Сибирском регионе, от Урала до Дальнего Востока. И при увеличении мощности до, на данный момент, до 150 сил, согласованная мощность с заводом на модели 550, мы даем официальные документы при сборке лодки на 90, 80, 100, 115, 140 и 150 сил. Ну, соответственно, тем моторам, которые устанавливаем. Это к вопросу, а как происходит легализация. Легализация происходит только тех лодок, которые специальным образом усилены, в соответствии с проектным, в соответствии с заводом, согласованы, и тогда они без проблем встают на учет. Пока вот это базовые моменты, базовые принципы, те, кто технически подкован, те, кому интересно, те, кто вникает в какие-то детали и в моменты, я объясняю, вы уже сами додумайте, насколько это важно и полезно, сделайте сами выводы. Но вот основные фундаментальные вещи по этой лодке я обозначил, какие вопросы, если есть. Давайте будем писать в комментариях, также обратную связь можно давать. Далее мы будем настраивать две вот этих лодки. Я покажу, как отклеен водоводный тоннель. Это уже непосредственно для тех, кто интересуется, для тех, кто вникает. Не для тех наших заказчиков, кто просто купил лодку и сел и едет. Да, есть такие люди, которые не хотят абсолютно вникать. Но есть те, кто действительно интересуются настройками. У каждой лодки, не важно, где с завода вы приобрели, либо в профессиональном сервисном центре, есть определенный потенциал мощности, потенциал добавочных характеристик по скорости и грузоподъемности, которые можно, ну скажем так, в кавычках, еще дополнительно отжать и отжимать, отжимать и отжимать дальше. И многие наши заказчики сами интересуются, сами занимаются дополнительными настройками, какими-то улучшайзингами или опциями. Любую лодку многобаллонную можно привести в актуальное на сегодня состояние путем ее модернизации. Лодку погрузили на прицеп. Вот сейчас хорошо видно, как установлен двигатель. Здесь видно, насколько выше носик интейка располагается, чем край водоводной пластины. Вот в этом положении он отлично идет. Вот в это вот расстояние между ними скидывает избыточный воздух. А вот эту часть интейка, крылышков, мы снесли. Тем самым мы получили результат, что мы полностью выключили тело интейка из сопротивления воды. Чтобы так расположить интейк, нужно таким образом специально отклеить лодку. Постепенный набор. Он, кстати, нивелирует какие-то острые грани и кромки. Здесь ничего не ломается, не рвется, не повреждается. Это, можно сказать, неубиваемая конструкция. Она имеет определенную эластичность. Сломать ее невозможно. Мы также полностью застрахованы от лобовых ударов камня у носика интейка. То есть двигатель в отрыв уже не пойдет. Станислав, наш заказчик, спасибо за доверие. Я сразу же признаюсь, извинюсь на камеру, не будем ничего скрывать. Бывает не все гладко. Мы маленечко задержали ваш заказ. В мое отсутствие выяснилось, что кресла, которые мы с вами выбрали, у нас не было кресел в нужном количестве. Мы их вовремя проплатили и немножко упустили вопрос из виду. Это уже наша ответственность. Но кресла пришли, мы поставили. Сегодня сразу же сдаем обе лодки. К сожалению, с задержкой. Сезон, работа плотно у нас выстраивается. Все, кто обращаются, знают, какие очереди в пик сезона в одномоторных сервисах. Но мы стараемся, конечно, соблюдать сроки. Наверное, первая или вторая несущественная по нашим меркам задержка нынче. Поэтому я еще раз, извините, пожалуйста. Опять же, все специфики, потому что это не совсем стандартный. Да, да, не совсем стандартный. Многобаллонная конструкция. Почему именно эта конструкция хорошо, отлично подходит для коммерческого использования, для коммерческой эксплуатации, для того, чтобы возить туристов, для того, чтобы использовать в сложных, тяжелых условиях, на мелях, на порогах. На то есть несколько причин. Первая и основная причина, она связана с тем, что у всех надувных лодок, особенно в длине, ну, скажем так, свыше 3,80 и 4 метра, есть одна большая системная проблема. Это как раз то, что эти лодки надувные. И, как следствие, они имеют дефицит продольной жесткости. Естественно, 4,85 метров, еще сколько-то, это достаточно большой рычаг. И на надувной конструкции неравномерное расположение груза деформирует лодку. А любой прогиб в сторону, противоположную от воды, он существенно осаживает и гасит ходовые характеристики лодки, грузоподъемность, скорость и прочее. Поэтому многобаллонная конструкция по мере накачивания и увеличения давления естественным образом стремится к обретению жесткости как продольной, так и жесткости самих баллонов. Побочный эффект здесь следующий, то, что круглые баллоны при повышенном давлении они больше напрягаются, ткань становится напряженной. Соответственно, напряженная ткань, она более восприимчива к проколу. Вот с этим аспектом тоже мы работаем как раз на этапе подготовки днища. Днища для таких лодок очень существенно усиливается и главным образом усиливается кормовая часть, потому что именно кормовая часть, где располагается двигатель, она больше проваливается в воду за счет кормового дифферента и контактирует со всеми препятствиями, на которые наезжает лодка. А наезжает именно лодка, потому что водометный двигатель установлен выше нижних точек в корме уровня днища. Сейчас мотор опустили сантиметр. Я думаю, прохваты все выйдут. Да зачем? А там запас у нас такой был, по-земле. Запас. Я сейчас сделал, как на том. Вот на том. Да. Расположение водозаборника относительно водоводной пластины это всегда вечная борьба между ударами о камне и прохватами. Выше мы хватаем воздух, ниже мы хватаем камни. Вот где вот эта середина золотая, это каждый для себя решает. Я так понял? Ну вот плюс регулируемого транса, вот эта конструкция, которая позволяет с помощью двух гаечных ключей за считанные минуты изменить это положение на воде, адаптировать лодку и нет необходимости ввести в сервисный центр какие-то дополнительные отверстия, трансы, сверлить, поднимать, навешивать, что в принципе невозможно сделать. К примеру, мы вышли на озеро, если вы Гиревское захоронилище, можно до конца мотор вниз и ходить спокойно гулять. Да, да, абсолютно. Прохваты убираются... Подняли обратно. Да, и как я уже сказал, прохваты убираются двумя способами. Это наклоном двигателя назад мы приоткрываем забрало, то есть в вертикали сечения забора воды открывается и опусканием вниз. Все, это вниз и назад наклон. Это легкая лодка адаптируется к хорошей волне. Мы срезаем прохват. Если идем в мель, в мелкий, нам, конечно же, надо все максимально, и угол это вверх. Не хватает пускей. Да, ну и у нас трим еще есть, которым мы можем тоже работать, на ходу поднимать. Редактор субтитров А.Семкин Лодки подготовленные уже таким образом имеют максимальные ходовые характеристики. Вот то, что я выше показал, в совокупности с обниженным тоннелем в соответствии с тенденциями последних лет, с другой отклейкой водовода, с другими параметрами и с самой лодки, которая изменения уже сам завод внес. Тоннель, помимо того, что сгон тоннеля по центральному баллону, он стал короче, он стал меньше в новых моделях, которые уже идут с прошлого года. Это все существенно повысило эффективность лодки. Вот то, что мы и показали, собственно говоря, сейчас там ребята поменяют, выставят зазор, шайбу интейка, потому что, ну, ощутимо, что одна лодочка чуть-чуть слабже идет. И, собственно говоря, поставим брызговик. Ну, вот мы видели, что сейчас на испытаниях брызговики не стояли и никакого избыточного брызгообразования нет. Это говорит о том, что вода, поток воды по тоннелю, который идет, он не попадает ни в носик, ни выше носика по интейке, не отражается, и вот этих брызг нет. Причем на повороте, вот это тоже отличительная особенность, именно многобаллонных лодок за счет конструкции, плавной конструкции, плавных обводов боковой части тоннеля и боковых баллонов, краевых, днищевых, при повороте абсолютно не воздушит тоннель при езде, в отличие других лодок. И лодка сохраняет упор на поворотах, на маневрах, даже достаточно крутых. Не, ну вообще отлично едет. Я, конечно, не эксперт. Не, оно все отлично едет, пока оно легкое. Вопрос в том, где это отлично у нас по загрузке заканчивается, а это вопрос к мотору. Лодка-то готова принять двигатель на литр объемом больше, но вот, да, я опять же это, я опять на отлично реагирую какой-то критикой. Критик, критикой и это. В следующий сезон, может, что-то и добавим. Ну вот, у меня работа такая, чтобы... Сейчас, Грибом, приподнимите на мотор, пока отберега. А? Тем больше, тем лучше. Все? Сопло остается в воде, когда задняя скорость у нас, ну это по ощущениям его становится понятно, тогда у нас задняя скорость заслоночки. Да, нет, заводим на нейтрале, ставим на нейтраль, все, пуск. У вас много случаев, кто первый раз, ой, не заводится, а потом выясняется, что пустяк. Можно сейчас попробовать заднюю, подождать или несколько? Да, заднюю, заднюю можно откорректировать. Все? Ну что, вперед. И трим теперь до конца. Кнопку, трим вниз до конца. Вниз до конца. Кнопку. Все, и через полный газ выходим. Все отлично. Такой вот оригинальный способ перевозки организовал наш заказчик Станислав, суть которого в двухъярусном расположении лодок. Многие, уже ни один, ни два из наших заказчиков в процессе нашей работы советовали с нами, а как вообще возить две лодки. И двухъярусные прицепы, да, есть на зарубежных рынках двухъярусные прицепы. Кто-то сам пытается что-то сообразить там, по типу двухъярусного автовоза. Ну, вот здесь реализовано вот такой способ. Он на этом трейлере самодельном перевозит четыре лодки. Коротких, по-моему, по 3,80, не буду врать, около четырех метров. Четыре, две снизу, две сверху. В принципе, достаточно удобно для разовой перевозки, потому что погрузили, увезли, доставили. Им на базе, на Алтае, не нужны хорошо подготовленные прицепы, чтобы возить лодки далеко. Лодки стоят на месте, стационарно. И этот способ вполне оправдан. Единственное, что для нас, конечно, осложняет работу, особенно сдачу, финальную часть заказа, когда нет прицепа. Лодка готова, она стоит, ее сразу надо выносить, пост освобождать. Мы это все дело согласовываем. Но наши ребята, друзья с Екатеринбургой, которые приезжают ходить на лодках по Туве, по Хакасии, каждый год приезжают, они другой способ реализовали. Они сделали автопоезд, доработали один двухосный большой прицеп под 50-ю лодку с дополнительным фаркопом. И одна машина везет, получается, два прицепа, один за одним. И они к нам так приезжают, две лодки одной машиной, тянутся с самого Екатеринбурга. Здесь ходят по Туве, по Хакасии, отдыхают и увозят лодки таким же образом обратно. Если вы знаете какой-то удобный способ перевозки, транспортировки одним транспортным средством двух единиц лодок, какой-то двойной прицеп, двухъярусный, автопоезд, если есть какой-то опыт, обязательно, пожалуйста, ссылочку отправьте нам в комментарии или отпишитесь, расскажите, покажите. Будем очень признательны. Также те, кто, наши зрители смотрят это видео, посмотрят, почитают комментарии. Все обычно читают комментарии. Может, кто-то найдет для себя что-то полезное. Хороший такой автовоз двухъярусный получился. Интересно, высота какая у него. Там ограничения по мостам есть. 3,75, да? Мы сейчас еще раз замерим. Высота мы сейчас замерили 3,76, вполне допустимо, до 4 метров, по-моему. Ну вот, если бы еще придумать какой-нибудь оригинальный способ, чтобы верхнюю лодку спускать на воду в более сложных условиях, то цены нет этому решению. А нижнюю лодку, в принципе, можно спустить точно так же, как мы делаем путем заезда, погружения прицепа в воду. Ну вот, сверху никак. Спасибо огромное. Вам спасибо за доверие. Отличная машина. Я думаю, покажется идеально. Работайте. Какие вопросы, мы на связи. У вас обратную связь ждем. Надеюсь, несмотря на те там мелкие какие-то там недочеты, ну, жизнь такая... Я думаю, мы еще не раз сработаем. Положительные реальные обзоры поснимали. Все, как есть, вам показали, рассказали. Также на камеру много всего. Вы свидетель. По всем лодкам все как есть. Недочет, недочет. Значит, недоработка, недоработка. Что-то откорректируем. С вами все отлично. Ну, конечно, хочется, чтобы перло тонны и тонны. Все входят во вкус, поэтому, я думаю, сезон откатаем, а там захочется более мощной дороги. Все, спасибо огромное. Все, на связи. До свидания. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...